Если около 40 пиц, то будем режим не менять. Первый день, я думаю, всех мы прослушаем, выставим оценки и так далее. Только просьба, мы сейчас одновременно, у нас есть ребята, которые на компьютере выполняют вот такие вот сертификаты и так далее. Что-то дождаться до конца и получить сертификаты, чтобы сразу за один день этот вопрос решить. Договорились, да? По распорядку дня завтра планируем, если будут желающие и так далее, перерывы, может быть, к щеку подойти и записаться. Кто завтра будет, что мы видели, кто завтра сюда придет, мы соберемся для повышения квалификации, повышения уровня и так далее. Первый вопрос, а второй, аттестация судей, в том числе стажеров. Вот вы сегодня увидите, сколько стажеров у нас здесь будет уже, которые сегодня у нас будут постановиться, они завтра уже будут давать экзамены на третью группу судей и новеньких. Всех приглашаю, еще раз говорю, кто хочет быть стажером, пожалуйста, подходите, место есть, садитесь. Смысл стажера, чтобы окунуться в это вот, отсюда посмотреть на вас, оттуда легко судить, знаете, как я сказал, что судьи в ухе, а птица отличное дело и так далее. Когда сядете вот здесь, когда поймете ответственность, тогда у вас другой будет подходить. Значит, нежелающие подходить и записывать, да, мы сегодня будем здесь садиться и с какой-то группой будем стажироваться. Будем судить в три группы. Первая группа у нас будет Светушин Александр, Журист Александр. Савинков вводит, он стажер, но уже будем говорить так, а грамм судить, так что он уже не правнодравный. Вторая группа будет Соболев, Рудьян Александр Александрович, и Баржанов, здесь Максим Петрович, в третью группу я приглашаю всех вас, кто хочет быть стажером. Сядет Кулаков, другого города, Журавская, Ангель, тоже будет стажером, хватит сочетовать, и Зимаев, Виктор, здесь, вот, тоже самое стажером. Я только хотел говорить, что все молчит. Так, кто еще хочет, но сразу предупреждаю, ребята, чтобы не было потом разногласий, было, раньше были, приходили стажерами, а так синицы у нас, а все они не могли отличить, не были так синицы, когда и Бочков выгонял, и Зядин выгонял, так ты их так и не научился. Поэтому два требования к этим людям. Первое, чтобы было желание научиться, и второе, чисто собственной ответственности. Так, чтобы получил корочку, и вот, вот, корочка, все, я судья, и так далее. Нет, чтобы люди потом тебе не говорили, какой ты, нахрен, судья, или какие-то корочки, там, за бутылку учили, замыкопил. И вот, ну, один знает, что, все такое скажут, и так далее. Вот, с этой точки будете зрения подходить, будут вам люди забереть, вопросов будет много. Сразу говорю, и будут говорить, что вы не соображаете, и так далее. Но когда вы честно и грамотно, а грамотность подходит со временем, и так далее, но главное, чтобы честно и порядочно себя вели, я думаю, на 10% вопросов будут все равно. Так что, если есть желание, подходите вот в третью группу, всех собираю вокруг себя. Тут же будем консультироваться, и так далее. Подходите, тогда. Понятно? А грамотно будет? Будет, и мордобой тоже. У нас, у нас, если бы, пивоха, ну, тут, знаете, кто приходит, да? Что-то моё и жена нет. Петр Петрович, да? Даннычка. Так что, еще просьба, ребята. Собираемся, ну, два раза в год, ну, пьянку там не делать. Класс сейчас сделали, как просили. Один класс для подготовки отдельно, пять птиц. Вот, Александр Александрович будет заведовать. Пять птиц, чтобы готовить, заходите в этот класс, там, смотрите, и так далее, влезете. В том дальнем классе все, которые пока, ну, побеседовать, и так далее, внизу, то хочет продать. К этому стремились. Вот сейчас мы так сделали. Чтобы потом разговоров не было, чтобы птичка не подготовлена, и так далее. Прям вышел, ты можешь не около двери стоять. Пойдет такое? Отлично. Так, и теперь небольшое объявление. Дело в том, что если мы хотим зарегистрировать нашу птичку, овсяночного, нагрева, где-то в границе и так далее, мы все-таки должны сказать, что у нас птичка породистая. Как определить породистая, птичка не породистая? Да не себе на пухаре будем говорить так, пока плюш не откроют. Это один. А второй, это нужен документ, чтобы птичка хотя бы, хотя бы была окольцована, и к этой птичке вот с этого года будем вводить родословные. Вот такие вот. Сейчас мы, вот у нас Виктор Зимаев, ему спасибо большое, напечатал уже образцы. Несколько желающие, подходите, забирайте вот эти образцы, а потом сделаем вопрос, какой лучше? Образцы родословных. Одно родословное значит, отец-мать, дед банка. Другое родословное, мало того, что тебе дед банка, и редкие так далее. То есть, как и положено, например, там, вот у собак, чем для нее родословный, тем она лучше. И указываете, и, то есть, это, что он держит, и формулу подвиснет, и заводчик, чтобы не было обидным. Кого там птичка, а то ставите, я пример привожу, я Учибизова взял. Учибизова, запомните все, три линии ведут, три. Я не разумею. И когда я взял Учибизова, всегда нужно говорить, а это какого самца? А кто у него детку? А кто правил? И так далее. Потому что много, и до этого было, как говорят, о, взял Ушохина, Шохинская. И уж сейчас-то уже знаем, что Шохин брал любых клинцов, обучал, получалось, слава Богу, хорошо получалось. И раздавал как свои. Это уже не секретно многие думают. Поэтому, чтобы хотя бы минимально направить нашу работу на создание, или будем говорить так, на утверждение породы русской канавейки, начнем вот с этих родословных и кольцевания. Еще одно объявление. За следующего года птичка неокольцованная, вообще сюда выходить не буду. В этом году, да, неокольцованной, будем ставить, будем ее оценивать, ставить оценочки, но писать, так как она без кольца, без награды останется, чтобы не было обиды. За следующего года она не то, что без награды, ее сюда вообще не дышат. Согласны? Это с целью создания и закрепления наших породистых линий и так далее, и так далее. Вот с этой точки зрения. С этой точки зрения и родословные будут вести. Понятно? Поэтому подойдете, планки будем раздавать, смотрите, и так далее, и так далее. Еще были разговоры в прошлом году, и там взяли, подходят к оценочному табличке и говорят, а на основании там что-то 2 балла без награды и так далее. Вот такой вот листик я повешу туда. Это действующее положение и приложение к оценочному листу, в котором написано, первый пункт, чтобы все запомнили, когда мы потихонечку целый год ввели вас и так далее. Каналейка овсяночного нагрева считается не конкурсным, если не отсутствует колено, а россыпи и овсянка обыкновенная или ее производная. А туда входит овсянка подъем, и овсянка взлом. То есть нужно отталкиваться, что нам породистая птичка, на базе чего она породистая и так далее. Вот первые требования вот эти вот сейчас, уже жесткие начали говорить, запомним, не будет россыпи, извините, баллы проставил, но, извините, она под определение, что она породистая или не породистая, в своем песне уже приняли так от своей птичке. То есть ужесточенный такой подход к созданию нашей породы. Поняли, почему эту штуку? Вот первая строчка, прям узаканивает это дело. Хотя это давным-давно было известно, без овсянок это не наша птичка. Так и так получилось. Там на пророчек наделал, так далее, так далее. Вот на это начинаете обратить внимание. И еще, кто хочет золотые медали получить, обратите внимание, изменения небольшие. А там написано, чтобы получить малую золотую медаль, должна быть песня обязательно осянка подъемная и россыпь в середине песни. Что это значит? А это значит, что тройник, что такое тройник? Это же собой тройник, но это тоже россыпь. И россыпь и поставил, и так далее. Если правильно определение давать. Но этого теперь уже мало, нужно, чтобы еще россыпь в середине была. Ну как в середине, в начале песни, после публика, песенка пошла на овсяночках, на россыпях и так далее. Ведь большой пич для наших каналей, вот такие вот россыпушечки, вот такие синицы. С точки зрения, вот сейчас мы говорим, ребята, на россыпушечки побольше нужно делать, овсянок побольше, и вот это уже закрепили для золотых медалей. Потому что каждый из вас, каждый тот человек, который только начинает держать, говорит, я принесу, и сейчас она золото меня возьмет. Марк, а мы говорим, нет, давай что-то на вас приедем, русский хороший пилот, и овсяночки, чтобы вязать. Правильный подход, или нет? Правильный. Вот на это я буду и опираться, потому что в интернете сейчас много вопросов там записываем. Я вот потихонечку вас подвожу к этому. К созданию, ну не созданию, как говорится, не созданию, а укропнению, значение наших принципов, так далее. Вот с этой точки зрения мы будем проводить конкурс, будем оценивать птичку, и судьи будут подходить с этой точки зрения. Россыпь маленький, один балл. Более того, что даже ноль может поставить, обратите внимание, а судьи будут жестко подходить к этому делу. И еще, чтобы все знали, для того, чтобы получить хорошую оценочку за ту же россыпь, за ту же овсянку, эта овсяночка должна быть вариантами. Россыпь, значит, двойная какая-то, тогда и оценочка побольше будет. А если хоть она и длинный россыпь, но мы знаем, что она может развиваться, эта карьера гораздо лучше, на вариантах, раскладах, поиграть и так далее, вот тогда она будет заслужить более высокую оценку. Вот такой подход-то. Чтобы какой-то критерий был, образная точка, от чего оттолкнуться? Нет, просто говорю, я вам, мне понравилось, что я 10 баллов поставлю. Нет. Так, чтобы он двойной его сделал, тогда ты ему поставишь 5 баллов. А если двойной будет сделать, извините, 3 балла максимум. Но смысл, что вот это требование ко всем практически коленом подходит. Не к тому, как он двойной юлей и так далее, а ко всем. То есть единый подход к оценке песни. Вот этот единый подход мы потихонечку начинаем менять. Тоже ясно, да? Ну а теперь, значит, какие-то вопросы и так далее. Не стесняйтесь подходить, записываться. И на завтра, вот завтра зиминар будет, там в основном вопросы какие-то будем рассказывать и так далее. И там будут вопросы отвечать. Сейчас по поведению и так далее. Говорите. Добрый день. Вот сейчас мы получили кольца. И у меня просьба. Можно пересмотреть вот эти кольца на следующий год? Чтобы они были качественные. Предложение. Предложение такое. Вот сейчас у нас сидит параллельный наш клуб, в котором мы весной участвуем. Вот спросите у Розуваева, у Скидневского, вот ихние кольца намного лучше. Почему? Вы посмотрите, ребят, когда вы одеваете эти кольца, вы даже не видите, что здесь заученцев столько. И они птицы? Птицы берем. Да. И мы их срезаем потом. Срезаем. А что одевать? Не срезать нужно. А что? Надфелем. Надфелем? Нет. Вот я, например, беру шарик. И каждое колечко, думаю, что он развальцовка. Ну, развальцовка называется. Прогоняк. А зачем, Евгений Александрович? Может, хорош. Ну, что сделали, то сделали, значит, сейчас, чтобы ноги не болели, развальцовочка трудно бы не мешала. Это вот я сейчас сижу, делаю, тереблю и тереблю. И второе. Вот у каждой птицы суставы разные, вы все убедились, знаете. Которая какая-то кольцуется на четвертый день, а какая-то на седьмой. Вот эти кольца не проходят. На какой день? На пятый день даже не проходят. Значит, ребят, расскажу одну гидрусть. Не считайте, сколько дней. А на третьем дню они соскакивают. Сейчас я объясню. Не смотрите, на сколько дней и так далее. Вот я, например, смотрю и так далее. Кенец растет, растет, и появляются костыши, так называемые, голубяки. Поздно, Евгений Александрович. Ничего не поздно. Поздно. Когда костыш распустится, поздно. Но когда только трубочка появилась из головы тела, вот в этот момент я и костышу. Нормально. Санночка, когда их пять штук, да, не помешивай. Когда их два, одень. Почти не одень. Так я прощу его. Еще раз. Когда только... Ну, ты же голубяк. Ты знаешь, только костыш. Когда трубочка начинает открываться, уже поздно. А только она начинает вылазить и отделать, вот в этом момент я. Я, например, поднаюшу. Да, в этом момент я. Там у нас есть. Просто надо аккуратно. Ну так, ну каждый должен быть, пожалуйста. По кольцу, но ввелась эта программа. По кольцу. Еще есть ваканс. Так, съемки у нас не будет, хоть обещали. Санночка, заболел, да? 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 Я не хочу остановиться летать, если кто-то заболел. Самой, если заболел, он звонил, и наш второй заболел. Так что я тебе скажу, что я сделал. Ну вот, Вадим немножечко снимать будет. Если я там сидеть не очень, не очень, не очень. Есть еще какие-то вопросы? Если нет, значит, первые пять человек заходят в ту хуамуку, готовят свои птицы. И начинают заносить. Все? Боком.